О, так мы уже в эфире! Харе Кришна! 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 Харе! 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 Харе Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Рама Рама, Рама Ха-ре 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 Кришна! Ха-ре Кришна! Хари Кришина, Кришна Кришина, Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, 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 Прихари. Хари Кришина, Хари Кришина, Кришна Кришина, Хари, Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари, Хари. Шри Шри Нитай Чандра Гура Сундарь Киджай Шри Пропады Киджай Нитай Гура Примананда Хари Хари Бо Шримад Бхагаватам 5.5.28 Глава называется Наставление Господа Решабхадевы Текст 28, он в прозе, и он длинный Поэтому мы просто прочитаем санскрит и даже не будем читать пословный перевод А сразу перейдем к самому тексту и комментарию к нему Итак, Шримад Бхагаватам 5.5.28 Шри Шукаувача Эвам Ануша Сият Манаджан Своям Анушиштан Аби Локануша Санартхам Махану Бхавах Парама Сухрит Бхагаван Решабхападеша Упа Шама Шиланам Упарата Карманам Махамунинам Бхакти Гьяна Вараги Лакшанам Парамахам Семтармам Упа Шикша Манага Сва Таная Шата Джоштхам Парама Бхагаватам Бхагавач Гьяна Парайанам Джана Парайанам Паратам Дхарани Паланая Бхишичья Своям Бхавана Эвор Варита Шари Раматра Париграха Унмата Ива Гагана Паридханага Пракирна Кеша Атманья Ропи Тахаванью Бхарама Вартат Права Враджа Правильно произнес на санскрите? Харе Кришна Литературные переводы, комментарии у Божественной милости Абайчара Наравинды Бхактифиданта Свами Шрива Прубада Шрива Прубада Ки Шукадево Госфами сказал Так величайший доброжелатель каждого Верховный Господь Ришабхадева Наставлял своих сыновей Хотя они до этого уже получили прекрасное воспитание и образование Он решил собственным примером показать всем Как должен напутствовать своих сыновей Человек, который собирается оставить семейную жизнь Наставления Ришабхадевы особенно важны для Саньяси Тех, кто уже не связан путами кармической деятельности Чего улыбаешься-то? Не связан? Они не связаны путами кармической деятельности А? А, про себя, что сам связан, да? Поэтому улыбаешься А, интересно И кто полностью избавившись от материальных желаний А, наставления Ришабхадевы особенно важны для Саньяси Тех, кто уже не связан путами кармической деятельности И кто полностью избавившись от материальных желаний Посвятил себя преданному служению Шри Шри Нитайчандра Гаврасунды Ракиджай Из ста сыновей Ришабхадевы, внимавших его поучением Старший Барата был великим преданным истинным вайшнавом Ему отец передал императорский трон И дал наказ править всем миром Затем, еще до того, как уйти из дома Господь Ришабхадева стал вести себя Как безумец Он сбросил с себя царские одежды И ходил обнаженный, с растрепанными волосами Спустя некоторое время он возжег в своем сердце жертвенный огонь И покинув Брама-Варту, начал странствовать по свету Вот так Комментарий Шри Лапрупады Сыновья Господа Ришабхадева с детства получили превосходное образование И обладали глубокими познаниями в духовной науке Поэтому его наставления предназначались не столько для них Сколько для Саньяси, стремящихся к высшим ступеням преданного служения Саньяси, идущие путем преданного служения Господу Должны строго следовать этим наставлениям Понятно? Дав напутствие сыновьям, Господь Ришабхадева оставил семейную жизнь И еще до того, как покинуть свою семью Стал ходить обнаженным и вести себя подобно безумцу Конец комментария Саньяси, идущие путем поднаженных и вести себя подобно безумцу Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Кришна Так величайший доброжелатель каждого, Верховный Господь Ришабхадева Наставлял своих сыновей Хотя они до этого уже получили прекрасное воспитание и образование Он решил собственным примером показать всем, как должен напутствовать своих сыновей Человек, который собирается оставить семейную жизнь Наставления Ришабхадева особенно важны для Саньяси Тех, кто уже не связан путами кармической деятельности И кто полностью избавившись от материальных желаний Посвятил себя преданному служению Из ста сыновей Ришабхадева, внимавших его поучением Старший Барата был великим преданным истинным Вайшнавом Ему отец передал императорский трон И дал наказ править всем миром Затем, еще до того, как уйти из дома Господь Ришабхадев стал вести себя, как безумец Он сбросил с себя царские одежды И ходил обнаженный, с растрепанными волосами Спустя некоторое время он вожег в своем сердце жертвенный огонь И, покинув Брама-Варту, начал странствовать по свету Какая интересная последовательность Преданный скамейка, преданный скамейка, преданный еще скамейка А почему бы вам не сесть на эти скамейки? А? Что? Греетесь у батарей Интересная картина Итак То есть, надо обогреваемую весасану нам сделать, да? Интересно Отрекшихся Итак, давайте сделаем короткий обзор этих наставлений Которые Господь Ришабхадев дал своим сыновьям Господь Ришабхадев, он вообще кто? Кто помнит, кто он? Ну Правильно, Бог Правильно Он даже сам об этом говорит в этих наставлениях Почему? Потому что эти наставления не только для его ста сыновей Сыновья, в принципе, более или менее в курсе могут быть Кто такой Ришабхадев Но это также и для нас Может быть, кто-то из его сыновей тоже не осознавал, что это Бог Вполне может быть такое Так или иначе Очень интересное наставление И они, если можно так выразиться, на вырост Знаете, иногда одежду покупают на вырост На один размер больше или на два размера больше Родители покупают детям одежду на вырост Потому что они знают, что дети что сделают? Вырастут правильно И вот Вацава Прабу Вот он к нам скоро приедет Здорово, правда? Он лекцию прочитает здесь 31 числа Вацава Прабу Ки Ки Джай Вот он в своем семинаре Осознанный Баджан То есть эти осознанные службы Утренние службы, вечерние службы Он объясняет природу Туласи Киртана Вот этой молитвы Он говорит, что это молитва на вырост В том смысле, что мы там просим о таких вещах О которых сами и не помышляем Во время нашей повседневной обыденности Вот, например Например Билас Кунджи Дио Вас Да? Вот Анан Таджит Прабу Что такое? Билас Кунджи Дио Вас Вот мы поем Ну понятно, что не санскрит, а бенгальский язык Ну как бы Что это значит? Мор Эй Абхилаш Что значит? Правильно А вы проходили с Ватцовой Прабу этот курс? Здорово А дальше Билас Кунджи Дио Вас Какое желание? Правильно Жить в Кунджи А что такое Кунджи? Кто-то знает, что это такое? Что за Кунджи? Такое пространство Объемное зеленое телевизорение Вот Пространство, окруженное зелеными деревьями Пространство, которое украшают гопи Вот как на картинке здесь Вот Ну хорошо Здорово Значит, соображаете Вот А когда мы Не в тот момент, когда мы Туа Сигиртан поем А в какое-то другое время Когда мы, допустим, идем по делам У нас в сердце есть это желание поселиться в Кунджи? Вот у кого есть желание Крикните громко Харибол Даже когда поем Нет такого желания Говорит Сознается Чистосердечно Признается Йогешвараприя Прабу Вот То есть это называется Ну и точно так же вот эти наставления, которые здесь дает Господь Ришабхадев Они тоже на вырост В том смысле, что они с перспективой на дальнейшее духовное развитие даются И мы просто сделаем небольшой обзор того, что это за наставление И соотнесем эти наставления с наставлениями Нара Демуни, которые он дает в седьмой песне Багава, там тринадцатая глава Эта глава называется «Поведение совершенного человека» Там описываются наставления для Саньяси Да, вообще, правильно говорите И мы увидим некоторые параллели То есть это совпадает И глава называется «Поведение совершенного человека» Вот возникает вопрос А что такое совершенство? И это совершенство описывается в Шрише Панишад В обращении Ом Пурнам Давай вместе На санскрит же все-таки Давай вместе Три-четыре Ом Пурнам Адах Пурнам Идам Пурнад Пурнам Удача Те Пурнася Пурнам Ада Я Пурнам Эва Помнишь? Помнишь, нет? Пурнам Эва Вашишяты Там длинный перевод Но один из смысловых слоев этого текста Заключается в том Что есть Господь Он полное целое Из него исходят части Которые тоже обладают такими характеристиками Как полнота, целостность, совершенство Например, вселенная Сколько этих вселенных выходит Испор Махавишну При выдохе Кто знает? А? Кто знает? Правильно Этого никто не знает Ну, может быть, кроме Махавишну Потому что очень много Вот И каждая вселенная Она как яйцо Она покрыта этими оболочками Сколько оболочек? Восемь оболочек Пять грубых и три тонких Ну, пять первоэлементов грубых И три тонких первоэлемента Каждая вселенная покрыта Она в каком-то смысле Самодостаточная вселенная Каждая отдельно взятая Вышедшая из тела Махавишну То есть полная часть Это как вот, допустим Художник рисует картину И Или, допустим Композитор пишет музыку И в этой музыке И в этой картине Отражаются качества кого? Ну, вот Творца Того, кто это создал Точно так же Сам Господь Полон, совершенен Самодостаточен Сам себе И то, что Из него, из его тела Выходят эти вселенные И эти вселенные тоже В общем-то Как замкнутые системы Да Как замкнутые системы Работают Но они при этом Самодостаточные И ими управляют кто? Как их зовут? На букву Б Ну? Ну, сложный вопрос, да? Брахма, да? Брахма управляют этими Вселенными А сколько голов у них? По-разному Правильный ответ По-разному Очень хорошо А вселенные по размерам Одинаковые или нет? Тоже разные, да? Так, получается Что поры На теле Махавишну Тоже разного размера Бывают, да? Так, чисто По-логически Нет, правильно Югешара Прея Прабу Это уже в сторону Спекуляции Пошли рассуждения Мы Поскольку мы не знаем Из священных писаний Доподлинно Одинакового ли Размера Поры на теле Махавишну Или нет То мы не можем Тут уже чего-то Придумывать Правильно? Да? А потом Они развиваются А, здорово Покажешь потом Где-то написано Ладно? В лекции Сушу Ну, лекцию Тогда Там Покажешь Какая лекция Записал Какая лекция Нет, не записал Да? Дети рождаются Одинаковые Да Дети Вот Дорогие друзья Вот есть микрофон Им тоже можно пользоваться Вот Рупа Манжари Матаджи говорит Дети рождаются Одинаковые А потом Кто-то Высокий Появляет Становится Какой-то низенький Из них Ну Это потому что Как бы это задано Ну там Генетический Или еще как-то В этом смысле Они изначально Неодинаковые Просто Эта Неодинаковость Пока что В непроявленном состоянии Находится Она потом Пройдет в проявленное Состояние Простите Что вас Поправил Вот И мы идем дальше Рассуждать На эти духовные Темы Значит Вселенные Да Они вот такие Самодостаточные И живое Существо Тоже Может Испытывать В своей жизни Полноту И совершенство Об этом Шриша Панишат Говорит Собращение Вот это То что Предшествует Мантрам Полноту И совершенство Эти две Характеристики Жизни То есть Максимально Совершенно Прожить Эту жизнь Полно Прожить Полнокровно Но Там Есть одно Условие Что нужно Соблюсти Какое Условие Нужно Соблюсти Для того Чтобы Жизнь Прошла Именно Вот так А Если Она Пройдет Не так То Тогда Как Говорил Классик Будет Мучительно Больно За бесцельно Прожитые Годы Вот Как же Сделать Чтобы Жизнь Была Совершенной И полноценной Полнокровной Кто Помнит Что Там Написано Шри Шапанишат По Этому Поводу Вот Анан Таджит Прабу Я По Взгляду Вижу Что Вы Знаете Да Вот Есть Микрофон Не Хочет Не Хотите Ну Так Да 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 Правильно Правильно Итак Матаджуру По Манжари Нам Рассказала Про Первый Текст Шри Шапанишата В котором Говорится Что Все Живое Неживое Принадлежит Господу Нужно Пользоваться Так называемой Выделенной Долей Не Посягая На Чужое И Осознавая При этом Кто Собственник Всего Этого Это Первый Текст Но Этому Предшествует Так называемое Обращение И в этом Обращении Дается Ответ На Вопрос Как же Нам Жить Полноценной И Совершенной Жизнью И ответ Такой Что Живое Существо Будучи Неотъемлемой Частицей Кришны Может Эту Полноту И Совершенство Испытать Лишь В случае Если Оно Действует Как Неотъемлемая Частица Кришны И там Приводится Хорошая Аналогия Про Руку И Палец Так Вот Ананда Джит Праву Помнит Эту Аналогию Рука И Палец Палец Если Отрезать От Руки Или Допустим Ладонь Отрезать От Человека Или Всю Руку Вот Она Будет Лежать На Земле Бесполезная Совершенно Точно Так Живое Существо Которое Отделяет Себя От Бога Тоже Теряет Ну Как Б Ценность Свою Да Но Стоит Пальцу Вернуться Обратно Так Он Тут Ж Становится Каким Пальцем В Одной Лекции Шрила Парупада Говорит Это Одна Из Лекции Палец Становится Счастливым Представляете Он Так Говорит В Одной Из Лекций Шрила Парупада То Есть Счастье Пальца Ну Или Любой Другой Части Тела В Том Чтобы Быть В Составе Тела И Выполнять Свою Функцию Точно Так Ж Чем Мы А Мы Тоже Хотим В Принципе И Полноты И Совершенства Но Это Возможно Если Мы Осознаем Вот Это Своё Положение Подчиненное Кришне И Стараемся Действовать Из Этого Положения Стоит Нам Себя Отсечь Даже Хотя Умственно Ментально В Своем Сознании Начать Считать Себя Отдельно Тут Ж Вот Это Вот Пребывание Такое Отделенное В своем Так сказать Коконе Оно Делает Человека Несчастным Оно Делает Человека Несчастным Итак Ришабхадев В этих Наставлениях Говорит О том Что Нужно Служить Кришне Нужно Совершать Тапудивьям Божественную Аскезу Для этого Нужно Служить Великим Душам Которые Научат Этому Которые Откроют Перед Нами Двери Врата К Освобождению Мокша Двора Апаври Там Мокша Двора Апаври Там Третья Песня Бхагаватам Откроются Эти Врата И Нужно Потерять Так или иначе Вкус К Кармической Деятельности К Чувственным Наслаждением Для этого Нужно Пройти Через Процесс Очищения Который Очень Подробно Был Описан В тексте 5513 В тринадцатом Тексте Вот этой Главы Вот То есть Переход Из Уровня Сознания Когда человек Ищет счастье В карме В кармических Радостях В сферу Акармы В сферу Деятельности Которая Позволяет Человеку Постепенно Выйти За пределы Чего На букву С За пределы Чего На букву С Кто Разгадает Мою Загадку За пределы Самсары Да За пределы Самсары А карма Выводит За пределы Самсары Что такое Кармическая Деятельность Это так или иначе Позиция Человека Когда он Своё счастье Связывает Вот с этим Материальным Миром Кармическая Деятельность В широком смысле Может быть Викармическая Деятельность Греховная Деятельность И человек Ищет счастье В этом Удовлетворение В этом Вкусы В этом Бывает Деятельность Кармическая По природе Реализовать Свою природу Это хорошо Когда мы Реализуем Свою природу Узнали Какие у нас Качества Есть Их Реализовываем Мы можем Даже Видеть В обычной Жизни Что люди Которые Реализуют Себя Гораздо Счастливее Чем те Которые Этого Не делают По тем Или иным Причинам Но Шрила Парупада По поводу Даже Этой Самореализации Говорит Что все Эти Качества Которые Мы пытаемся В себе Реализовать Если Все Это Не связано С Кришной Все Это Подобно Нулям Без Единиц Помните Эту Аналогию Нулям Без Единиц То есть Нужно Да Нам Дан Определенный Потенциал Личностный Потенциал Какие-то Дарования Способности Даже Таланты Кришна Говорит Я талант Полнота И совершенства В жизни То есть Нужно Найти Способ Как мы Можем Свои Способности Там Петь Танцевать Готовить Изучать Иностранные Языки И разные Другие Вещи Там Разные Всякие Виды Деятельности Есть Просто Взять И в сферу Преданного Служения Это все Затащить Затащить Но в Конечном Счете Еще Конечно Надо Чтобы у Нас Был Вкус К прямым Ангам Повторению Харе Кришна К чтению Священных Писаний К всему Тому Что в чистом Виде Является Акармой Так Акармой Чтобы мы Читали Книги И не клевали Носом При этом Чтобы мы Повторяли Святое Имя И не скучали Сползая По батарее Понимаете И дожидаясь Когда же Это Закончится Махамантра У меня Потому что Повторение Святых Имен Это тоже Работа Это тоже Труд То есть Может быть Такая Иллюзия Что якобы Вот Я сейчас Прочитаю Круги А потом Я иду На работу И там У меня Начинается Реальная Жизнь Нет Реальная Жизнь Началась Уже Когда мы Взяли Четкий Это Труд Это Общение С Кришной Труд По Попытке Контролировать Ум Это Общение С Кришной И это Общение С Кришной Кстати Говоря Гораздо Ценнее И важнее Чем Любое Общение На работе Так И любое Другое Общение Оно Ценнее Это Кришна Он Наш Вечный Друг Это Знают Все Вокруг Так Он Всегда Нас Сопровождает Вот Поэтому Это Тоже Труд Это Тоже Деятельность Где Нужно Собрать Своё Внимание Подготовиться С вечера Как Готовиться К Джапе С вечера Кто Знает Что Лечь Спать Вовремя Какие Еще Есть Версии Вот Вы Прижались К батареям И поэтому Вы далеко От микрофона Сидите Вам Сложно Будет Видимо Это Потому Что Не йоги Да Кто Вы Вы Кто Йоги Кто Они Так Фильм Так Был Даже Видели Нет Хороший Фильм Ну Относительно Хороший Насколько Он Мог Быть Хорошим Так Ну И что И как Готовиться С вечера К Джапе К утренней Джапе Как это Можно Сделать У кого Какие Есть Мысли Чем Молчим Почитать Шримад Бхагаватам Правильно Особенно Рекомендуют Книгу Кришна Читать Это Десятая Песня Бхагаватам Еще Что Рекомендуется Делать С вечера Чем Вы Скучаете Давайте Скажите Что Нибудь Вот Йогиша Ваша Очередь Что-то Сказать Потому Что Остальные Уже Сказали Давайте Не Открутитесь Давайте Помолиться А как Помолиться Помолиться Чтобы Проснуться Ну как Помогает В жизни Помогает Видите Вот Человек Сидит Он Говорит Ему Помогает Говорит Ему Помогает Хорошо Еще Полезно Выпить Горяченького Молочка Перед Сном Так Если Ну что Значит Если Есть Сходи В магазин Если Нет Магазина Или Если Чего Как Это Если Нет Магазина Нет Так Не бывает Чтобы Не было Магазина Сейчас Магазины Везде Кто Опоздал И Круглосуточные Бывают Даже Полночи Искать Мы Мы Не В Советском Союзе Чтобы По Полночи Искать Молоко Как В этой Истории Про Шри Вишнупада Помните Эту Историю Нет Про Харикешу С вами Короче Это кто-то Рассказывал По-моему Это Рассказывал Это Рассказывал Брамананда Пури Прабу Один из Тех Ветеранов Движения Он оставил Тело Пару лет Назад И он В Армении По-моему Он армянин Или кто-то Вот Или Вроде Того И в общем Но это не так важно Конечно Какая национальность Мы же души Правильно Вот И Это были 90-е годы Они все были В большинстве Своим Учениками Харикеша Махараджа И Махарадж Трук Такой Говорит Хочу молоко Попить Перед сном Вот А Хотя нет Это были Не совсем 90-е Это был Конец 80-х То есть Еще был Советский Союз И Магазины До 22-х Не работали Они Закрывались Пораньше Когда они Закрывались Восемь вечера Они Закрывались Говорит Рупаманжари Авторитетно Все помнят Прямо Как Как Вчера Было Правда Правда Да Вот Значит Он Смотрит На часы Видит Все Магазины Закрыты Он Думает Где Его Достать В конце Концов Ну Он Много Всяких Мест Обошел Потом Чего-то Вдруг Ему Захотелось Пойти Ну Там Какие-то Гостиницы Были И он Зашел В одну Из Гостиниц Там В гостинице Соответственно Кухня И он Просто Подумал Надо Повера Спросить У Кухни Гостиничной Может быть У них Есть Молоко Или Нет Это Даже Был Была Не Кухня А Был Какой-то То ли Буфет То ли Вот Это Приемная Ресепшн Сейчас Это Называют И Он Пришел Туда И Говорит А Есть Ли У Молоко И Там Стоит Человек Он Говорит Вы Знаете Я Вот Купил Молоко Сам Не Знаю Зачем Мне Просто Я Вот Сегодня Утром Проснулся И У Меня Такой Голос Внутри Купи Молоко Купи Молоко Я Не Знаю Зачем Я Его Купил Я Пошел Купил Молоко И Вот Я Его Здесь Держу Наверное Оно Для Вас И Он Отдал Молоко Этому Преданному По-моему Его Звали Прамананда Пури Прабу Кому-то Из Этого Поколения Преданных Такая История То есть В принципе Видите Господь Он О преданных Заботится Это История Такая Как Господь Проявляется А мы Не Махараджи Вот Поэтому Нам Приходится Самим В магазин За молоком Бегать Понимаете У нас Все Попроще Если Есть Желание То Тогда Находим Решение Если Нет Желания Находим Что Кто Знает Как Отговорки Правильно Правильно Отговорки Находим Поэтому Дорогие Друзья Если По отношению К той Или Иной Теме Мы Регулярно Применяем Используем Те Или Отговорки Давайте Будем Честными Сами С собой Заглянем Внутри Себя И подумаем Может быть Все Гораздо Проще Может быть Мы Просто Этого Не Хотим Так Может Мы Просто Этого Не Хотим Но Для 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 Того Чтобы Захотеть Нужно Понять Ценность Того Или Иного Действия Чтобы Его Захотеть А Молоко Пить Полезно Почему Потому Что Оно Развивает Какие Ткани Мозга Тонкие Тонкие Кто Слышал О таких Тканях Мозга Тонкие Ткани Мозга Которые Позволяют Понять Тонкие Что Тонкие Темы Тонкие Темы И Также Усваивать Кстати Говоря Санскрит Тоже И Всякие Другие Премудрости Как Молоко Вашу Диету Вписывается Или Нет Не Вписывается Ну Вот Что Делать У Каждого Свои Диеты Но Там Где Вписывается У Кого Молоко В Диету Лучше Все Так Пейте Пейте Бакты Молоко Будете Здоровые Да Слышали Такие Стихи Итак То есть Мы готовим Себя К джабе С утра С вечера Вот Это важно Это важно Это труд То есть Труд Не начинается Он не с 10 До 18 Или там У кого Какой Рабочий День С перерывом На обед А Джаба Это тоже Труд И мы Встаем И надо Как-то К этому Себя Подготовить И это Процесс Важный Это Процесс Очищения И не только Процесс Очищения А также Пожалуй Важнее Его Рассматривать Как Процесс Общения С Кришной С Кришной И постепенно Благодаря Этому Воспеванию И другим Прямым Именно Прямым Адгам Преданного Служения Кришна Нам Становится Все Интереснее И интереснее И тогда Постепенно Вкус К этой Кармической Деятельности Освобляется Что такое Вкус Кармической Деятельности Он В конечном Счете Сводится К тому Что Концепция Счастья В гуне Страсти Есть Объекты Чувств Есть Объекты Чувств И есть Я И для того Чтобы счастье Наступило Нужно Что Сделать Соприкоснуть Одно С другим Совершенно Верно То есть Что-то Посмотреть Что-то Послушать И Это Может Быть Какое-то Греховное Действие Это Может Быть Более Невинное Действие Какое-то Но Поскольку Все Эти Соприкосновения С Объектами Материального Мира Поскольку Это Ну Как бы Планы На счастье В материальном Мире То Очевидно Что По милости Господа Наше Перебывание В самсаре Продлится Для того Чтобы мы И дальше Это счастье Испытывали Потому что Мы его Хотим Соответственно Нужно Искать Счастье В духовной Сфере И все Пять Чувств Зрение Слух Осязание Обоняние Вкус Это все Можно Занять Тоже В служении Кришне В сфере Акармы Можно Смотреть На божества Можно Почитать Прасад Можно Вдыхать Аромат Благовоний Можно Слушать Звуки Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе И По тому Насколько Привлекает Одно И Или Не привлекает Другое Мы Собственно Можем Понять Внутренне Ощутить Эту Пропорцию Между тем Каков Вкус К Непосредственно Преданному Служению И Какой Вкус Ко всему Остальному Вот Мы Можем Узнать Об этом И Кто Такие Саньяси Здесь Описываются Эти Наставления Господь Ришаб Хадев Это Описывает И Также В Наставлениях Нара Демоне Тоже Описывается Это Настроение Это Тот Кто Черпает Счастье В Духовной Сфере В преданном Служении И Более того Он Учит Этому Других Учит Этому Других Есть Определение На Санскрите Определение Того Кто Такой Саду Я Потом Покажу Это Определение Оно Некое Такое Общеведическое То есть Тут Сложно Назвать Какая Это Пурана Или Техаса Или Что То Еще Определение Саду Такого Саду Это Тот Кто Следует Садане И Помогает Другим Также Следовать По Пути Саданы Вот То Тебуется И Другое И Личная Практика И Передача Этого Опыта Саната Нагасвами Прославляет Харидаса Такура Известный Текст Из Читания Черед Амлиты Он Говорит Есть Такие Люди Которые Говорят О Правильных Вещах О Том Как Надо Правильно Жить Но Сами Этому Не Следуют Есть Те Которые Следуют Правильным Вещам Но Не Особо Об этом Говорят То Есть Не Проповедуют А Ты Говорит Саната Нагасвами Харидасу Такуру Такой Замечательный Ты Делаешь И То И Другое Как Нам Ачария Ачария Святого Имени То Есть И Сам Говоришь О Важности Повторения Святых Имен И Повторяешь Святые Имена Идеальным Образом Харе Кришна Харе Кришна Кришна Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе То есть Определение Саду Таково Саду Это тот Кто Сам Следует Но еще Этого Недостаточно Еще Он И Что Делает Направляет По Этому Пути Остальных По крайней Мере Тех Которые Хотят Направляться Тех Которые Хотят Направляться Вопрос Принятия Авторитета Вопрос Наличия Достаточного Благочестия Для того Чтобы услышать Духовное Наставление Вопрос Милости Кришны Опять же Кришна Или Устраивает Эту Встречу Человека Саду Или Не Устраивает Тут Множество Самых Разных Факторов И Когда Они Все Вместе Совмещаются То Тогда Живое Существо Становится Багиавандживой Кто Такой Что Такой Багиаванджива Ну Ка Багиаванджива Удачливая Кто Кто Удачливое Живое Существо Правильно Удачливое Живое Существо Совершенно Верно То Есть Нам С вами Повезло Даже Сам Тот Факт Что Мы Узнали О Махамантре Харе Кришна Это Уже Большая Удача И Что Мы Повторяем Ее Ну Конечно Можно Грустить Что Как-то Она Не Сильно Повторяется И Считать Себя Неудачливыми Это Тоже Авторитетно Второй Текст Шик Шаш Таки Господь Шречит Махапрабу От Имени Преданных Находящихся Второй Текст Соответствует Уровню Баджанакрии Анардханеврити Находящих Еще не очистившихся Преданных От имени Этих Преданных Он Говорит Дурда И вам И дыршам И хаджани На нурагах Увы Увы Какой Неудачливый Нет У меня Вкуса К повторению Чего Повторению Святых Имен То есть Видите Как Удивительно Мы Одновременно И Удачливые И Не Очень Вот Дальше Зависит От Нас На Как Это Нам Все Воспринимать Как Это Известная Поговорка Про Того Чем Отличается Пессимист От Оптимиста Известная Аналогия Про Стакан Да Стакан Налито Налито До Половины И Оптимист Смотрит На Стакан И Считает Что Этот Стакан Наполовину Полон А Пессимист Считает Что Этот Стакан Наполовину Пуст То есть В принципе Мы Одновременно И Удачливые И Также Есть О чем Погрустить Возникает Лишь Вопрос Это Выбор Человека На Чем Сосредоточиваться И Тогда Наша Духовная Практика Окрашивается Эмоционально Она Может По-разному Окраситься Она Может Быть Радостной Или Она Может Быть Откровенно Депрессивной Но Шрила Прупада В Одном Письме Которое Он Написал Своему Ученику Тэджа Супрабу В Семьдесят Втором Году В Бомбея Написал Письмо Он Там Написал Кришне Не Нравится Видеть Как Его Искренний Преданный Страдает Кришне Это Не Нравится И Что Такое Искренний Преданный Мы Вчера Поговорили Об этом На Лекции Вместе С Вологодскими Преданными Искренний Это Две Вещи Искренность Проявляется В Следовании Духовным Наставлениям Которые Мы Получаем От Гуру Один Момент Второй Момент Желание Принять Прибежище У лотосных Стоп Господа Вот эти Две Вещи Дальше Детали Мы Можем Спотыкаться И Подскальзываться Сколько Угодно Но Человек Искренний Если Он Реально Следует И Даже Споткнувшись Встает Продолжает Дальше Стараться Следовать Опечаться Дура Чаро Баджатая Мама Ананья Бхак То Старание Следовать И Желание Принять Прибежище У Кришны Понимая Что Именно Он Прибежище Ты Есть Вот Это Называется Искренность И Когда Кришна Смотрит На Таких Преданных Искренних И Видит Что Они Страдают Что Они Несчастны Кришне Это Не Нравится И Он Не Остается В Стороне И Он Обязательно Помогает Он Обязательно Помогает Бхагавадгита 10 10 Тэшам Сатат Юктанам Баджатам Прити Пурвакам Дадами Будхи Йогам Там Я Намам Упаян Тите Тем Кто Служит Мне Непрерывно А Также С Любовью Преданностью Я Даю Разум При Помощи Которого Они Могут Что Сделать Придти Ко Мне Придти Ко Мне То Он Отвечает Взаимностью При Условии Если Есть Вот Эта Вот Искренность Давайте Стараться Не Огорчать Кришну Да То Есть Это Важная Тоже Вещь Стараться Быть Веселыми Ну Не Просто Какими То Там Поверхностно Веселыми Да Дешево Веселыми А Духовно Веселыми То Есть Как То Чувствовать Вкус В служении В Воспевании Святых Имен В практическом Преданном Служении Реально Да Какие-то Виды Служения Нам Нравятся Больше Чем Другие Виды Преданного Служения Но Так Или Иначе Давайте Стараться Быть Ну В Хорошем Настроении Для Кришны Для Кришны Шрила Пропада Говорил Повторяйте Харе Кришна И Будьте Счастливы Он Не Говорил Будете Он Не Говорил Будете Счастливы Иногда Преданные Повторяют Святые Имена И Думают А где Обещанное Счастье Нам Обещали Счастье Что Мы Будем Повторять Харе Кришна Это Зависит Также От Качества Повторения Харе Кришна Если Человек Повторяет Харе Кришна Откровенно Скучая И Сонно Сползая По Батарее Принесет Ли Ему Такая Практика Счастье Возникает Вопрос Нужно Вложиться Внутренне В этот Процесс Обратиться Возвать Кришне Возвать Кришне Сделать Этот Шаг Навстречу Кришне Включиться В этот Процесс Тогда Вероятно Он И Ответит Так То есть Будьте Будьте Счастливы Надо Стараться Быть Счастливыми А для Того Чтобы Быть Духовно Счастливыми Нужна Хорошая Качественная Садана Качественное Воспевание Святых Имен То есть Есть Разные Варианты Разные Виды Счастья Это Все Описывается В Бхагавадгите В Тамасе В Раджасе И В Сатве Виды Счастья И Реально Счастье Нужно Заработать То есть Оно Не Приходит Просто Так Оно Прохлада Махарадж Говорит Оно Определяется Кармой И Счастье Несчастье Оно Настигает Человека По Судьбе Принять Какую-нибудь Интоксикацию И Что-то Такое Испытать Но Это Суррогат Понимаешь Что такое Суррогат Знаете Это слово Суррогат То есть Некачественный Заменитель Псевдозаменитель Счастья И Мы Видим Что Все равно Этот баланс Выравнивается Человек Употребляет Допустим Алкоголь И Потом У него Похмелье Он Тут же Получает Обратную Сторону Он Получает Эти Неприятные Ощущения И Таким Образом Но Судьба Не позволяет Ему Все равно Испытать Больше Счастья Чем Он Реально Заслуживает Вот Поэтому Практика Строится Практика Бхакти-йоги Очень во многом Строится На Желании Полить Этот корень Мироздания Корень Которым Является Кришна То есть На Вот Этой Вот Идеи На Вот Этой Вот На Вот Этом Настроении Что Быть счастливыми Если мы Поливаем Корень Мироздания Если мы Служим Кришне И тогда Ветви Листья На этом Дереве Тоже Напитываются Влагой Там Минералами И всем Прочем То есть Когда Живое Существо Действует Как неотъемлемая Частица Кришны Да Вот Это Аналогия Шриша Панишат Палец На руке Вот Тогда Пальцу Становится Хорошо Когда Он Действует В Составе Полного Целого В Составе Этого Тела Так Вот И этому Учит Господь Решабхадев И Также Этому Учит Вот Этот Вот Саньяси Который Который С Которым Встретился Нарада Муни Этот Саньяси Описывается В Тринадцатой Главе Седьмой Песни Бхагаватам И Здесь Он Тоже Говорит О Том Что Чего Он Желает Этот Саньяси Он Сам Находится В Духовном Сознании То есть Находится Как Палец Неразрывно Связанный С рукой С телом Он Находится В Естественном Счастливом Состоянии Более Того Он Хочет Чтоб Все Другие Такими Жестали В Этому Идея То есть Определение Саду Такого Сам Следует Садане И Учит Следовать Садане Еще Хочет Чтоб Другие Тоже Обрели Это Духовное Счастье Напоследок Мы Прочтем Текст Из Седьмой Песни Тринадцатая Глава Сорок Второй Текст И Здесь Говорится Здесь Этот Саньяси Избравший Образ Жизни Питона Возможно Вы Помните Эту Историю Он Описывает Своё Сознание Каким Сознанием Он Руководствуется Мы Это Сейчас Прочитаем Тут Небольшой Текст Небольшой Комментарий После этого Перейдем К вашим Вопросам Я буду Очень Признателен Если Вы Зададите Их В этот Микрофон Текст Семь Тринадцать Сорок Два Разные Люди Мыслят По-разному И не Мое Дело Хвалить Их Или Осуждать Я Просто Хочу Чтобы Они Обрели Высшее Благо Согласившись Воссоединиться Со Сверхдушой Верховной Личностью Бога Кришной Комментарий Когда человек Достигает Уровня Бхакти-йоги Он Всецело Осознает Что Верховная Личность Бога Ваасудева Является Целью Жизни Ваасудевых Сарвамэти Самахат Масудур Лапхах Именно Этому Учат Все Ведические Писания Вида Сарвайр Ахамэвэвидях Сарвадарман Паритеджамам Макамшэра Навраджа Нет никакого смысла Хвалить кого-то За материальные Достоинства Или осуждать За материальные Недостатки В этом мире Нет принципиальной Разницы Между так называемыми Хорошими людьми И плохими Интересный взгляд На вещи Хорошие В кавычках Возносятся На более Высокие Планеты А плохие В кавычках Попадают В низшие миры В зависимости От склада Своего ума Одни Поднимаются Другие Опускаются Но ни то Ни другое Нельзя считать Целью жизни Цель жизни Прекратить Свои скитания По высшим И низшим Мирам И развить Себе сознание Кришны Вот почему Святой человек Не проводит Различия Между хорошим И плохим Вместо этого Он всем желает Достичь высшей Цели жизни Обрести Счастье В сознании Кришны Харе Кришна Если какие-нибудь Вопросики Дорогие Телезрители Пожалуйста Набирайте Вопросы В чат Если они У вас Есть Так Ну что Давайте Давайте Дорогой Анан Таджид Прабу Выручаете Нас Да И выполнять Да Когда-нибудь До лучших времен Подождать А пока Мы Только Депонируем Только Фильс Которые Желать Вот Другие Главные Были Тогда Да Тогда Тогда возникает Резонный Вопрос Если Мы Собрались Здесь Для того Чтобы Духовно Расти И развиваться Возникает Резонный Вопрос На который Надо себе Ответить Этот вопрос Заключается В том Как нам Эти Лучшие Времена Приблизить Так Вот И Ответ Такой Что Надо Стараться Все равно Этому Следовать Тому Что Ришаб Хадев В своих Наставлениях Дал Уж По крайней Мере До той Степени До Которой Это Для Нас Возможно Берите Микрофон Господин Надо Взять Микрофон Сначала А то Наши Телезрители Огорчатся Харе Кришна Да Отказ От деятельности Ради Двуховения Материальных Желаний Великим Материцин Называют Отвлечением Отмена Саняса Так Саняса Это те Кто Отказались От деятельности Ради Двуховения Материальных Желаний Да Отказ Отказ От деятельности Она Она Ж Кармическая Деятельность Штук в том Что этот Отказ По факту На практике Происходит Довольно Постепенно Потому что Нужно Все-таки Высший вкус Развить А ниши Как-то Сделать Так Чтобы Они Отсохли Постепенно Эти вкусы Да Кстати говоря Слово Саняса Оно Может быть Трактовано Как минимум В двух Смыслах Это не только Официальное Принятие Санясы Но это Также Определенный Уровень Сознания Например Шрила Пропада Называл Эти супружеские Пары Которые Открывали Храмы В Лондоне В Лос-Анджелесе И так далее Он говорил Про них На лекциях В письмах Что они действуют Как настоящие Саняси В том смысле Что Они Сосредоточены На том Чтобы жить Духовной жизнью И хотят Чтобы жили Духовной жизнью Другие То есть В принципе Саму Вот эту Вот идею Человек Может В своей жизни Применить Независимо От того В каком Он Находится Укладе Но Грамотно Это применить Можно Под Авторитетным И компетентным Духовным Руководством Иначе Обязательно Будут Какие-то Перекосы Давайте Может Вы просто Немножко Не хотели Но я Дома Задаю Себе Вопросы И Нахожу Ответы Вопросы Стоит В том Что Мы Пришли В общество Сознания Кришны Восклон Для того Чтобы Научиться Себя Отдавать Обрат Свои Время Обрат Свои Способности Свои Палаты Физические Какие-то Возможности Но Мои Наблюдения Вот Ну Не хотят Переды Отдавать Кришны Понимаете И вот В чем же Причина Почему Один Угрит И отдают Все что Может Но День В конце Путем А Другой Вообще Непонятно Только Отдевает Почему Одни Отдают Другие Не отдают Ну Ряд Причин Одна Причина Например Нужно Нужно Понимать Кому Отдаем Так Да Ну Вам-то Уже Все Давно Понятно А Для того Чтобы Другим Стало Понятно Им Нужно Пройти Определенный Путь То есть Это Касается И В принципе Изучения Священных Писаний Хотя бы Теоретическое Понимание Потом Нужно Получить Реализации Духовные На эту Тему В конечном Счете Нужно Обрести Милость Духовного Учителя Как это С вами Произошло Потому что Вкус К тому Чтобы Отдавать Он все-таки Через Саду Сангу Обретается Саду Санга Саду Санга Сарва Шастра Кой Лава Матра Саду Санга Сарва Сидхи Хой То есть Происходят Некие Мистические Процессы Человека Переключает Вот Поэтому Причина В чем Она В том Что Нет Ясного Понимания Кому Отдаем Что Отдаем И так Далее Как Его Обрести Нужна Качественная Саду Санга Чтобы Человек Получил Блага От Качественной Саду Санги Нужно Чтобы Он Был Подготовлен К Получению Качественной Саду Санги Во-первых Благочестия Может Не Хватать Так На То Чтобы Правильно Отнестись Даже К Очень Возвышенным И Квалифицированным Саду Из Искон Благочестия Может Не Хватать Может Допустим Хватить Благочестия На То Чтобы Согласиться Но Не Хватить Решимости Духовной Сил На То Чтобы Следовать Много Всего И Вот Мы По Крупицам Это Постепенно Собираем Эту Решимость Эту Реализацию Духовную Иногда Подскальзываем Снова Встаем Кто Не Встает В Зависимости От Того Ценит Не Ценит Может Не Может Шри Шри Нитая Чендра Гаура Сундра Киджай Вот Шри Пропада Говорил Не Удивляйтесь Что Люди Уходят Из Искон Удивляйтесь Что Они Остаются Известное Утверждение Вот Оставаться Можно Если Милость На То Есть В Конечном Счете Милость Которую Мы Получаем Через В Какой То Степени Благодаря Нашим Усилиям В Какой То Степени Это Больше Наверное Степени Это Милость Беспричинная Пожалуй Так Вот Поэтому Важный Принцип Это Держаться Пути Но Мы Живем В Кали-югу И Далеко Не Все Люди По Своей Природе По Своей Гунакарми Являются Людьми Пути Есть Много Так Сказать Непутевых Людей Именно Вот По Складу Сознания Которых То Туда Сдует То Сюда Согласны То есть В принципе Быть Человеком Пути Какого Угодно Даже Пути Есть Целеустремленные Материалисты Есть Целеустремленные Маевади В принципе Быть Человеком Пути Это Не Дешевая Штука Она И Встречается Неповсеместно Вот Поэтому Ну Как бы Один Из Важных Принципов Общения С Младшими Это Вот Аудария Дама Пробув В одной Лекции Об этом Сказал Пару Недель Назад Я Это Слушал Важный Принцип Общения С Младшими Это Понимать То Что Им Может Быть Непонятно То Что Понятно Нам То То Мы Что То Поняли Причем В какой То Степени Мы Даже Что То Поняли Исключительно По Милости Вот И Теперь Мы Смотрим И Удивляемся И Думаем А Как Им Это Непонятно Ну Вот Так Вот Непонятно Что Делать Ну Что То Мы Можем Делать Но Понятно Что Мы Не Кришна И Мы Не Можем Взять Жизнь И Духовное Благополучие Другого Другого Человека Под Полный Свой Контроль Поэтому Мы Можем Что То Делать А Насколько Тот Или И Человек Будет Духовно Прогрессировать Зависит Множество Факторов И В том Такой ответ Он Он Такой Фактический Он Я Не Уверен Что Он Вас Так Сказать Удовлетворит Морально Так Но Нормальный Ответ Да Вот Ну Ну Как То Так То Есть Если Это Все Подытожить Не Все Так Просто Ребята В Этой Жизни Да Микрофончик Возьмите Пожалуйста Чтобы Наши Слушатели Смогли Все Услышать Погромче В моем Понимании Такому Обраниченно Но Есть Все Практически Есть Друзья Которые Кажет Да Не Не Ничего Бывать Они Растают Потому Ничего Хватят Собор И Когда Взрослый Человек Он Уже Когда Не Понимает Что У Бłовит Нужно Дать Собор 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 То Даль То Собор Что здорово спасибо большое мотор живу по манджаре так если у нас еще какие-нибудь мысли ли вопросики нету да хорошо в чате тоже ничего нету поэтому мы на этом закончим гранта рад шримад бхагава там киджа и решила прупада киджа и не той горы прямо на харе харе богу харе кришна спасибо всем удачного дня и вечера до приходите на хай дорогие телезрители приходите на харинаму в 16 00 там на перекопе в рабочем саду будет харинама